добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг мы сейчас находимся в нашем тюнинг центре на улице российская 313 с вами как обычно игорь и сегодня к нам работу заехал range rover sport 2018 года автомобиль который вы уже много раз видели на дорогах достаточно интересная машина и я думаю владельца были такие же мысли когда он обратился к нам по вопросу изменения внешнего вида тоже он его постоянно видит привык уже к тому что он у нас в таком стандартном так скажем белом цвете и захотелось что-то поменять тут машина будет меняться кардинально сейчас мы ее разобрали машина полностью отмыта осталось только пройти все скрытые места убрать туда грязь и сделано это все для того чтобы машину оклеить в цветную виниловую пленку машина у нас белая глянцевая и она у нас преобразится на 180 градусов машина будет мало того что в черном цели так еще и достаточно интересное решение для конкретно этой модели потому что есть очень много интересных форм ребер которые будут у нас очень классно выделяться в черном матовом исполнении давайте посмотрим как будет преображаться этот автомобиль а и Одной очень важной деталью в оклейке автомобиля является процесс подготовки. То есть это не просто разобрать машину, снять все элементы, например, ручки, шильдики, молдинги, накладки на двери и так далее, чтобы загнать под них пленку. Про то, что я всегда говорю, что мы делаем со всеми машинами, которые оклеиваются. Второй элемент это подготовка именно лакокрасного покрытия. Вот здесь мы сейчас присели, я вам показываю место, где был у нас недочет, который мог бы после этого проявиться на самой пленке. И вообще на самом деле машина досконально просматривается на все мелкие нюансы, даже если где-то есть зона от пескоструйная, маленький скол, даже это у нас видно на пленке. Все-таки она у нас достаточно тонкая, это в среднем от 80 до 120-30 микрон в случае с виниловой пленкой. Поэтому она очень хорошо показывает то, что до этого даже бывает и не видно на машине. Так вот, вот таким образом подготавливаются детали. Это одно из решений при подготовке машины к оклейке. То есть можно как эту деталь запилить, так скажем, отшлифовать ее, и она у нас, собственно, становится идеально ровной. И потом после оклейки этого элемента у нас здесь, в принципе, пропадает какой-либо недочет, нюанс. И второй вариант это покраска автомобиля. В принципе, это все делается по усмотрению клиента. Это, понятное дело, что второй вариант у нас будет подороже, чем первый. Но в этом случае при покраске автомобиля в будущем, если вдруг сам владелец захочет снять пленку, ну, например, надоест, но бывает такой новый цвет, либо он продаст машину, и новый владелец захочет вернуть машину в исходное свое заводское состояние, то у него будет, собственно, обычная машина без каких-либо нюансов и недочетов. Но это, опять же, в случае с покраской. Здесь же пришли к такому решению, что мы просто вышкуриваем все недочеты и просто их выравниваем, и сверху уже клеим автомобиль в виниловую пленку. Поехали! Двигаемся дальше. Продолжаем работу над Range Rover. Сейчас машина у нас практически вся полностью оклеена, и на что хочется обратить внимание. Вроде бы машина несложная в работе, казалось бы, достаточно прямые формы, нет каких-то сильных изгибов, но при этом по всей боковой линии у нас идет вот такая вот грань, внутренний угол. Это самое нелюбимое место при оклейке, потому что там очень часто бывают подрывы пленки и так далее. Но я думаю, как видите, у нас здесь все прекрасно получилось. Задача мы, как обычно, справились на отлично. Везде пленку загнали под элементы, ну вот в данном случае под фонарь, чтобы у нас нигде не видно было белых мест заводского цвета автомобиля. И также сзади у нас здесь будет этим молдинг, который будет перекрываться, собственно, перекрывать свой белый цвет. И я думаю, сейчас самые внимательные заметили, то что в начале я говорил, что машина у нас будет оклеиваться в черный мат, а что у нас получается по итогу? Да, такое тоже бывает. Клиент передумал. Хорошо, что вовремя получилось решить вопрос с пленкой. И сейчас она уже оклеивается в другой цвет. И, в принципе, даже сроки у нас практически не сместились. Опять же, это как исключение. Ситуации бывают разные. И если вдруг вы надумаете клеить свою машину, сначала вы лучше хорошо обдумаете, что вы хотите делать и что можете посоветоваться с нашим менеджером, потому что ребята у нас понимают в машинах, есть чувство стиля и могут вам подсказать, как будет лучше. И после этого можно спокойно оклеивать автомобиль. Далее мы еще будем сделать здесь восстановительную полировку черного глянца, который идет у нас на верхней части автомобиля, потому что он очень сильно царапается от времени и приходит в неидеальный свой внешний вид. Вообще лучше всего будет заклеить в полиуретан эти элементы, потому что, как я и говорил, полиуретаном может затягивать все царапины сам по себе. Ну и плюс дополнительная защита этих всех элементов. Но клиент настоял на том, чтобы мы просто их отполировали и вернули им свой заводской идеальный блестящий вид. Поехали дальше. Продолжение следует... И цена всех этих доработок была 180 тысяч рублей. На самом деле это не так дорого для такого объемного и большого автомобиля. Но нужно учитывать то, что у нас здесь не оклеивается, допустим, крыша, некоторые элементы по низу дверей. И из-за этого у нас выходит меньше, собственно, работы и меньше расхода материала. Итак, автомобиль полностью готов. Я думаю, сейчас можно оценить, насколько он классно стал смотреться, когда мы его полностью весь собрали и он поменял свой цвет. Вот такой вот очень интересный серый матовый вариант. Опять же, как я всегда говорю, очень классно выделяются все вот эти вот ребра, которые у нас есть по автомобилю на капоте. Как я и говорил, по боковой части автомобиля у нас идет сплошная линия вплоть до самого зада автомобиля. И сверху мы сделали полировку. И теперь вот эта вот вся часть у нас выглядит на самом деле абсолютно как новая. Очень классно всегда сочетается серый матовый цвет и черный глянец. Очень хорошо они контрастируют друг между другом и сочетаются. И, в общем, машина выглядит очень презентабельно и более агрессивно, чем она была до этого. Все-таки стандартный белый цвет многим очень быстро надоедает. Да и, в принципе, существует очень много машин просто в белом цвете. И вот такой вот вариант будет очень классно выделять машину из потока. И, тем не менее, это такой универсальный вариант. То есть те, кто не хочет сильно выделяться какими-то яркими цветами необычными, но при этом хочет быть очень стильным среди остальных автомобилей. Ну и, как обычно, обращайтесь обязательно в нашу компанию ProTuning, чтобы мы выполнили для вашего автомобиля весь комплекс услуг, который вам необходим. Потому что мы можем на самом деле много. Не забывайте, что мы находимся по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. И обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пишите комментарии, как вам этот автомобиль, как он получился, как мы над ним поработали. И обязательно поставьте лайк этому видео.